Через Уральский регион проходили многочисленные миграционные маршруты. Археологические свидетельства этих событий можно наблюдать на ранне-средневековых кладбищах Южного Урала. Для этой территории типичны компактные кладбища с несколькими сотнями гробниц, которые впервые за последние 10-15 лет стали источником богатых археологических находок. Согласно археологическим, лингвистическим и историческим данным, корни современных венгров можно проследить до Уральского региона. Судя по лингвистическим свидетельствам, венгерский язык, принадлежащий к финно-угорской ветви уральской языковой семьи, возник к востоку от Урала где-то между 1000 и 500 годами до н.э. Вероятно, после VI века н.э. часть предков венгров переселилась со своей древней родины в предуралье, то есть на территории, прилегающей к западному склону Урала. А примерно в I-III-IX века н.э. часть этого населения предуралья под давлением хазарского каганата пересекла Волгу и заняла Северное Причерноморье, вступив в союз с хазарами. При этом конец IX века характеризуется началом упадка хазарского мира, в котором особую, но не единственную роль сыграли печенеги. Также немаловажным было и формирование древнерусского государства с выходом из-под контроля хазар части восточнославянских племен. Ранние венгры жили в Восточной Европе, формируя так называемый Суботцевский горизонт, еще до того, как они вторглись в Панонию уже в более разнообразном составе. В X веке материальные черты Карпатского бассейна быстро менялись после завоевания, с многочисленными археологическими свидетельствами связей с восточноевропейскими регионами, которые прослеживаются до Урала. Однако генетических данных от доэсторического периода до средневековых популяций Уральского региона не так много, в отличие от средневековых популяций Карпатского бассейна. В более ранних работах авторы предположили, что смешанные популяции степных кочевников, среднеазиатских скифов-саков и потомков восточноевропейской срубной культуры, помимо других неописанных популяций, могло быть основой генетического состава венгерских завоевателей. Кроме того, предыдущие результаты предполагают генетические связи венгерских завоевателей с гуннами, а также с их предшественниками хунну. В последних статьях, которые касались изменчивости отцовских линий элиты венгров, они описывались как генетически неоднородные, со значительной долей европейского, финно-угорского, кавказского и сибирского или восточноевразийского вклада по отцовской линии. Из чего следует, что мужские предковые линии венгерских завоевателей были из трёх отдалённых источников, а именно из Внутренней Азии, Байкал, Алтайские горы, Западной Сибири и Южного Урала, финно-угорские народы и Причерноморья Северного Кавказа, северокавказские тюрки, аланы и восточноевропейские популяции того времени. Оба вышеупомянутых исследования указали на присутствие Y-гаплогруппы N1Z1936, ранее известной как N3A4, также Z1936, в составе гаплогруппы Ntat M46, которая часто встречается среди народов, говорящих на финно-угорских языках. Эта линия также встречается среди современных венгров с частотой до 4%. В последующих работах исследователи реконструировали детальную филогению Y-гаплогруппы NZ1936, показав, что определённые её субклады являются общими для некоторых этнических групп. Как к примеру, NY24365B545 встречается у татар, башкир и венгров и связывает современных венгров с людьми, живущими в Волго-Уральском регионе. Более ранние исследования метахондриальной ДНК современных популяций, говорящих на уральских языках, предполагают, что распространение линий метахондриальной ДНК восточной и Западной Евразии определяется географическими расстояниями, а не языковыми барьерами. Например, финно-угорские популяции из Волго-Уральского региона по метахондриальной ДНК кажутся больше похожими на своих тюркоязычных соседей, чем на родственные по языку прибалтийско-финские этнические группы. Более свежее исследование от 2018 года 15 уралоязычных популяций также описывает их сходство с соседними популяциями, но помимо этого указывает ещё и на дополнительный компонент возможно сибирского происхождения. Однако, несмотря на то, что некоторые метахондриальные линии современных венгров имеют возможное сибирское происхождение и генофонд отличаются от других уралоязычных народов. Цель исследования При сборе 36 образцов древней ДНК из Уральского региона наиболее важным намерением было подобрать профессионально раскопанные и задокументированные захоронения Южного Урала, которые культурно или по времени связаны с предками венгров. При этом наибольшее сходство с археологическими памятниками Карпатской котловины X века продемонстрировал археологический памятник Уилги Южного Зауралья, Кунашакского района Челябинской области. Это кладбище использовалось с позднего периода кушнаренковской культуры в VIII веке по XI век. Учитывая различные взгляды на события того времени в регионе, авторы работы стремились охватить широкий спектр раннесредневековых археологических культур, расположенных в среднем течении Камы к западу от Урала. Ученые связывают прекращение существования неволинской культуры в VIII-IX веках н.э. с миграцией на запад предков венгров. Поэтому отбор образцов проводился во всех трех группах этой культуры. Бродовской III-IV века, Бартымской V-VI века и Сухоложской VII-VIII века н.э. Помимо этого был исследован Баяновский могильник IX-X веков н.э. в Добрянском районе Пермского края. Этот археологический участок представляет собой южный вариант ломоватовской культуры, которая в свою очередь демонстрирует тесную культурную связь с неволинской культурой из более южных регионов. Также помимо новых образцов было повторно проанализировано 9 образцов древних венгров из Карпатского бассейна X-XII веков на предмет обнаружения цельных метагеномов. Эти образцы были отобраны из предыдущего исследования на основе идентичных гаплотипов метахондриальные ДНК с некоторыми из исследованных представителей Урала. А основная цель новой научной работы заключалась в том, чтобы охарактеризовать материнский и отцовский генетический состав популяции Южного Урала с III по XI век и сравнить результаты с доступными древними и современными наборами генетических данных Евразии. Авторы работы также стремились описать возможные генетические связи между изученными уральскими популяциями и популяциями периода завоевания Карпатского бассейна. А теперь отступление, сразу перейду к выводам. Потому как практика показывает, что самое главное в исследовании, а именно аргументы ученых и т.д. почти никого не интересуют, судя по аналитике. Из-за этого ролики выпадают из рекомендаций. Поэтому дополнительную информацию и графику, как обычно, демонстрирую, но не озвучиваю детали. А если кого интересует подробное описание, то ссылка в описании к ролику, как обычно. Также хочу отметить, что советы по упрощению и сведению к простым рассказам информации из исследований приведут к отклонению от научной линии канала. Хотя я и понимаю, что так приятнее слушать. Но продолжим. Выводы. Уральский регион играл важную роль в этногенезе древних венгров, основываясь на археологических, лингвистических и исторических источниках. Хотя результаты этих исследований демонстрируют различия в хронологическом и культурном аспектах. Представленные новые данные о митохондриальной ДНК, Y-хромосоме и аутосомной последовательности образцов Южного Урала также подтверждают актуальность региона с точки зрения популяционной генетики. Общий материнский состав исследованных образцов из Уральского региона с филогенетической и филогеографической точек зрения предполагает смешанное западное и восточное происхождение компонентов. Хотя отцовские линии более однородны, с Y-гаплогруппами, характерными для Волго-Уральского региона. Гаплогруппа Y-хромосомы NM46 с субкладами составляет 83,3% в выборке. Остальные представлены гаплогруппами G2A, GL1266, J2 и R1B. Также стоит отметить, что точно отнести каждый митохондриальный гаплотип УЛГ к западному или к восточному не представляется возможным, но представители обоих направлений присутствуют. Метахондриальные гаплогруппы европейского происхождения N1A1A1A1A и H40B предполагают, что существовала базовая популяция с характеристиками ближе к западным. С другой стороны, схожие гаплотипы C4A1A6 и единичные A, A12A, C4A2A1, восточные гаплотипы, отчетливо заметные в третьем сухоложском горизонте, предполагают относительно недавнюю примесь к основной популяции. Однако очевидному сосуществованию генетического и археологического сдвига противоречат однородность предковых компонентов и отцовского состава, а также анализ главных компонент и наличие восточного вклада, метахондриальные гаплогруппы C4A1A6 во всех горизонтах. Хотя сам факт однородности по отцовским линиям можно объяснить патрилокальностью. Несмотря на то, что генетический вклад популяции, относящийся к сросткинской культуре Северного Алтая и южных районов Западной Сибири исключать нельзя, более вероятно, что большинство восточных компонентов смешалось еще до начала использования уилгинского могильника. Материнские и отцовские линии древнего населения Уилги сигнализируют о том, что они хронологически и географически связаны с возможным генетическим источником венгерских завоевателей, то есть не с самими древними венграми, а с их предками. Помимо этого, захороненные на кладбище Уилги по предварительным аутосомным данным разделяют свой частотный состав аллелей с современными уральскими и западносибирскими популяциями, которые лингвистически или исторически связаны с венграми, что обеспечивает хорошую почву для будущих исследований. Что касается материнских линий, то связи древних жителей Уилги с венгерскими завоевателями можно разделить на прямые и косвенные. Косвенные могут исходить от базовой популяции Южного Урала с более европейским генетическим профилем, в то время как прямые связи характерны преимущественно для смешанного восточного компонента. Одним из возможных объяснений этого феномена является то, что древние венгры и жители Уилги в прошлом имели общих предков, и у этих предков уже была восточная примесь, которая впоследствии попала к обеим группам. Точное происхождение восточного компонента еще предстоит описать, однако некоторые косвенные связи указывают на Центральную Азию. На графике анализа главных компонент древние жители Уилги расположились в районе представителей окуневской культуры Бронзового века, а также между уралоязычными группами и тюркоязычными популяциями Центральной Степи. Также филогенетический состав популяции предуралья ставит под сомнение их генетическую однородность и последовательность, но чтобы это проверить нужно больше данных. В новой работе родственные связи с древними венграми носят единичный характер, однако при этом наблюдается региональная близость, которая более выражена на графиках анализа главных компонент и многомерного шкалирования. То есть люди из этих популяций не являются прямыми родственниками, однако близки к ним. В целом исследование демонстрирует генетическую связь между Зауральем, Предуральем и Карпатским бассейном на разных уровнях. А анализ этого нового набора данных заполняет пробел их популяционной генетики Евразии, а также дополняет и коррелирует выводы, сделанные ранее. В более ранних работах, основанных на генетическом составе венгерских завоевателей и хунну, о которых также упоминалось в роликах канала, сообщалось о связи древних венгров с различными восточными регионами. Однако в этих исследованиях не участвовали регионы Урала, где присутствие редких восточноевразийских гаплотипов в популяциях позднего Железного века и раннего средневековья к западу от Урала, предуралье, может изменить представление о контактах Востока и Запада в будущем. В последующих исследованиях авторы планируют расширить набор генетических данных с высоким охватом и включить образцы из других восточноевропейских кладбищ древних венгров и соседних с ними общин. А я на этом, как обычно, не прощаюсь. Хорошего вам настроения и до новых выпусков. А также не забывайте поддержать канал комментарием, лайком и подпиской.